В то время как Министерство образования решает финансовый вопрос групп продленного дня, мозорские школьники продолжают грызть гранит науки, развиваться и даже развлекаться во время уроков и после них. В районном отделе образования заверяют, проблем с продленкой в городе сегодня нет. На 2014-2015 учебный год в мозорском районе открыто 74 группы продленного дня. Из них 55 в городской местности и всего у нас охвачено 1890 обучающихся. На сегодня все запросы удовлетворены, но однако если рассматривать в разрезе школ, то по отдельным школам есть такая проблема, то есть нет возможности обеспечить всех желающих, в связи с чем по отдельным критериям уважительного характера в первую очередь определяют дети той категории граждан, которые наиболее нуждающиеся. Вопросом, куда деть ребенка после школы, мозорские родители были озадачены еще три месяца назад, но те, кому не хватило места в сентябре, сегодня могут повторно обратиться в школьную администрацию. В течение учебного года, если на 1 сентября не предоставлялось место в группе продленного дня, в течение учебного года при наличии свободного места в группе продленного дня можно обратиться с заявлением к директору школы и вам будет предоставлено место. В организованных группах продленного дня у младшеклассников полный комплекс воспитательных услуг, от обеда и сна до занятий прикладным творчеством. В школе номер 8 пошли еще дальше. В здании учреждения образования есть все условия для развивающих занятий музыкой и спортом. Мы стараемся формировать у детей навыки здорового образа жизни. Для этого у нас есть спортивный зал, где проводятся спортивные мероприятия именно с детками группы продленного дня. Кроме этого у нас есть дорожка по правилам дорожного движения, где дети знакомятся с основными правилами дорожного движения, учатся выполнять их на практике. Кроме этого дети, которые посещают группу продленного дня, еще могут пользоваться дополнительным образованием. Что я имею в виду? К нам приходят специалисты из громотворчества. Организованы такие кружки, как судомодельный кружок, кружок юного моделирования, кукольный кружок, цимбалы, музыкальный кружок, театральный кружок. Счастливые дети, довольные родители. Мама двух школьников Людмила продленку называет истинным спасением для занятых родителей. Здесь преподаватели и организуют досок учеников, и помогут сделать домашние задания, и займут свободное время полезными занятиями. Мои дети очень рады и с радостью посещают продленку. С ними занимаются, им очень увлекательно и интересно посещать продленку. Между тем, нахождение школьников в группах продленного дня пока удовольствие относительно бесплатное. Единственная цифра в графе расходов родителей – примерно 20 тысяч рублей за полный комплексный обед. Согласитесь, цена вопроса не так уж и высока, особенно если речь идет о нескольких часах дополнительного безопасного пребывания детей в стенах родного учебного заведения. Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин, телеканал Мозырь.